МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. За здоровьем в зимний лес. Туристический потенциал за Волжье обсудили с выездом на место. Долгостроем нет. Премьер-министр Чувашии потребовал ускорить строительство полигона ТБО. В Чебоксарах опять пожар и опять с жертвами. Свежий воздух, сосновый бор, широкая Волга. В одном из красивейших мест по Волжье ведущий здравницы республики санаторий Чувашия ежегодно отдыхают и лечатся тысячи человек. В прошлом году санаторно-курортное лечение здесь получили более 7 тысяч пациентов. Треть из них – жители республики. О том, как увеличить поток отдыхающих и сделать это место более привлекательным для туристов, обсудили на выездном совещании, которое провел глава Чувашии Михаил Игнатьев. В пункте проката санатория Чувашии всегда много людей. Коньки, лыжи, снегокаты здесь можно взять за сравнительно небольшие деньги. Зато удовольствие от катания получить колоссальное. Не нравится лыжи – запрягайте орловских рысаков. Ипотерапия в последнее время считается одним из эффективнейших средств при лечении болезней нервной системы. Кроме этого, в Чувашской здравнице успешно лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, эндокринной системы, заболевания кожи. Кстати, именно здесь находится уникальная Волжская мацеста – местная природная минеральная вода с высоким содержанием сероводорода. Специалисты говорят, что она гораздо лучше, чем известная Сочинская. Там содержание сероводорода в воде – 32 мг на литр, а у нас – 52 мг на литр. Кроме этого, в санатории Чуваши есть все условия для полноценного отдыха и развлечений. Бильярд, интернет-салон, библиотека, тренажерный зал, шашлычные, площадки для спортивных игр. Отдыхать гости могут в современных номерах. С 2004 года проблема с теплом в комнатах решена. Комфортная температура в каждой из них. Во время реконструкции поменяли котлы, сделали бойлерную систему. На девятом этаже только новые комнаты, причем каждая из них неповторима. Благодаря этому, не выезжая из республики, можно попасть на разные континенты. Африку, Мексику, Японию. Апартаменты в чувашском стиле пользуются особой популярностью у иногородних гостей. Пока она единственная, но в будущем должны появиться еще две стилизованные студии. Михаил Игнатьев предложил оформить апартаменты и в татарском стиле, и других, чтобы гостям из всей России хотелось приезжать сюда чаще. Также глава республики рассказал и о дополнительных мерах по развитию санаторно-курортного бизнеса в Заволжье. В 2014 году в реальности санаторий может получить газ. К этому надо готовиться, и тогда уже совсем другая культура будет по всем направлениям, по экологии. По обеспечению пожарной безопасности. Мы сейчас оснащаем все лесные наши службы хорошей современной техникой. За почти два года вложили огромные средства на сотни миллионов рублей. Итоги или кризис пожара 2010 года, засухи лесных пожаров, конечно, мы не имеем права больше так, чтобы происходило. Мы должны обезопасить. Поэтому населенные пункты сейчас очищаем полностью, чтобы сосны рядом или деревья не были населенными пунктами Заволжья. Чтобы пожарные своевременно отрабатывали все профилактические, примитивные меры. Также глава республики посетил базу отдыха Волжская деревня. На территории в 4 гектара расположены гостевой дом, охотничий домик для гостей, оздоровительный комплекс. Гостям здесь предлагают свою минеральную лечебную воду, которую добывают из двух артезианских скважин. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Судьбу двух самых известных долгостроев республики – полигоны для захоронения твердых бытовых отходов и сувар-отеля обсуждали сегодня на совещании у премьер-министра Чувашии Ивана Маторина. По мнению председателя правительства, работы на обоих объектах продвигаются неоправданно медленно. Несмотря на то, что к полигону ТБУ приковано пристальное внимание властей всех уровней и общественности, там отмечается заметное отставание от графика. Финансирование проекта открыто. И республиканский бюджет, и, согласно договоренностям федеральной, готовы перечислять необходимые средства. Однако с их освоением возникли проблемы. Причина, по мнению Ивана Маторина, в том, что проект неоднократно менялся, возникали новые обстоятельства, судебные процессы. Словом, все участники строительства и заинтересованные стороны выясняли отношения. В результате у подрядчика нет необходимых окончательно утвержденных документов. Председатель Кабинета министров категорически потребовал, чтобы в ближайшее время все недоразумения были ликвидированы. Сроки назвали сами заказчики и проектировщики. Конец месяца. Иван Маторин также поручил параллельно с этим собирать документы и готовиться к объявлению торгов на строительство второй очереди полигона. Когда придет время, все должно быть оформлено, чтобы не возникло проволочек. Второй объект – отель «Сувар», точнее уже «Одис» отель, названный так по фирме-подрядчику, которая взялась за его достройку. По словам одного из руководителей группы компании, на сегодня выполнен большой объем работ по укреплению имеющихся конструкций, поскольку объект был брошен без всякой консервации, и перепроектированию будущего отеля. Новый проект уже передан на экспертизу. Основная причина по задержке – это, конечно, финансирование. Основной партнер по данному проекту – это МДМ-банк. Это изначально был проблемный актив МДМ-банка, и мы пришли в стадии проблемного актива. И были определенные обязательства взяты МДМ-банком. Единственное, что у нас изменилось, у нас была открыта кредитная линия на 1,2 млрд. Сейчас стоимость общего проекта у нас возросла до 1,6 млрд. 14 млн. рублей по причине увеличения площадей, потому что состоялось несколько градостроительных советов на уровне республики, и был согласован определенная архитектура. Впрочем, против увеличения площадей и удорожания всего объекта компания не возражает весь вопрос в деньгах. По словам Александра Денцова, положительное решение вопроса в банке, вероятно, на 95%. Но даже в случае отказа Одис не намерен отступать. И нам не хочется уходить из этого проекта, потому что мы считаем, что если сейчас мы получим даже неположительное или неконкретное решение от МДМ-банка, мы найдем финансового партнера. После некоторых споров срок начала работ был определен 1 февраля. Что касается названия «Одис-отель», то оно не окончательное. Все зависит от того, кто будет эксплуатировать отель. Возможно, различные варианты, вплоть до всемирно известных гостиничных брендов. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. С 1 января этого года вновь увеличился размер материнского капитала. Популярность этой меры социальной поддержки растет. В 2012 году впервые в Чувашии рождаемость превысила смертность. С этого года размер материального капитала увеличен на 21 тысячу рублей. Сумма почти в 409 тысяч прописана в проекте федерального бюджета. Получены от государства деньги. Семья может потратить на то, чтобы улучшить свои жилищные условия, оплатить образование детей, увеличить накопительную часть пенсии. С момента выдачи материального капитала его обладателями стали более 40 тысяч семей республики. Из них почти половину уже распределились средствами капитала. Мама и папа предпочитают использовать сертификат на улучшение жилищных условий. 19 тысяч семей уже такой возможностью воспользовались. Направили капитал на погашение ипотечных кредитов, долевое строительство, приобрели готовое жилье, использовали средства на строительство или реконструкцию индивидуального дома. 394 семьи направили материнский капитал на оплату обучения старших детей в вузах и колледжах. Теперь средства можно направить и на содержание ребенка в садике. Пока никто не пожелал направить средства маткапитала на будущую пенсию. Данифа Тагерова, Республика. Они еще учатся в школе, но уже всерьез задумываются о депутатском мандате. Их предвыборные программы одобрили настоящие народные избранники. Сегодня в Государственном совете Чувашии наградили победителей конкурса «Если б я был депутатом». Авторов лучших сочинений сельских школ пригласили в Чебоксары. Торжественную церемонию решили провести не где-либо, а в зале заседаний Дома правительства. Организаторы конкурса отмечают, что в своих работах дети поднимали довольно серьезные проблемы. Предлагали возродить малые города страны, сократить очереди в детские сады, а также обратить внимание на творческую молодежь. Волновала школьников судьба бездомных животных, будущее отверженных детей, экологические проблемы. Члены жюри отмечают, что многие сочинения можно назвать полноценными аналитическими статьями. К слову, их скоро опубликуют в одной из республиканских газет. Выбрать лучших было непросто. Всего на суд жюри поступило более 200 работ, но победителями признали лишь 25. Организаторы говорят, что из этих ребят вырастут настоящие депутаты. Я бы хотела изначально получить медицинское образование, чтобы быть ветеринаром, помогать животным. Ну а потом, надеюсь, что мои мечты воплотятся в жизнь, и я когда-нибудь буду депутатом. Я больше всего там рассказывала про бездомных животных. Я животных очень сильно люблю. У меня во дворе очень много кошек, собак. Я их всех кормлю, у меня у всех практически есть клички. Я их очень люблю, а детей-сирот, мне их жалко очень просто. В Чебоксарах на улице 1 Чапаева минувшей ночью произошел пожар. Известно, что владелец дома здесь давно не проживает. Строение облюбовали лица без определенного места жительства. Дом бревенчатый, кровли из рубероида. Строение сгорело почти моментально. Подробности по телефону нам рассказала временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Чувашии Вероника Чернова. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Сбив огонь, полыхавший у входа и пробившись внутрь жилища, пожарные нашли труп женщины. Личности погибших сейчас устанавливаются. 23 часа 46 минут пожар локализован. Всего в тушении было задействовано 4 единицы техники и 12 человек. В 2012 году наблюдался рост аварийности на дорогах Чувашии. Об этом заявили на пресс-конференции в Госавтоинспекции Республики. Журналисты подняли ряд серьезных вопросов. За прошедший год произошло на 14,5% больше дорожно-транспортных происшествий. Увеличилось количество погибших в ДТП. Об этом в следующем репортаже. Наиболее распространенные причины ДТП по-прежнему превышение скорости выезд на встречку управления в нетрезвом состоянии. Видимо, многие, садясь за руль в нетрезвом состоянии, надеются на авось и совсем не боятся наказания. Несмотря на ужесточение, наказание нарушать правила стали чаще. К примеру, за год 169 ДТП. При этом 11 человек погибли, 249 ранены. Во время рейдов по выявлению нетрезвых за рулем задержано более 7 тысяч водителей, которые могли создать аварийную ситуацию. Владимир Романов также отмечает, что чаще всего аварии происходят в пятницу и субботу в вечернее время. А вот на вопрос, где чаще отмечается ДТП, конкретного ответа, к сожалению, нет. Не там, где, допустим, экипажи сегодня контролируют очаги аварийности прошлого года. И очаги ДТП сегодня выросли, чем в прошлом году. Они стали на совсем другими. Они не на тех местах уже появляются. Упущений, как говорят сотрудники, ГИБДД немало. Но среди всего есть и хорошие новости. Есть и положительные тенденции. Мы добились снижения и сокращения даже транспроисшествий, участия наездных пешеходов. Административная направленность в деятельности более 100 тысяч правов нарушения выявлено личным составом госавтоинспекции. Здесь работала и фотофиксация. Бороться с нарушителями сегодня помогает 60 приборов видеофиксации. Внедрение автоматических средств на сегодня является для сотрудников госавтоинспекции перспективным направлением. В ближайшее время таких устройств станет еще больше. Данифат Агирова, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах вынесен приговор по делу о падении стрелы гусеничного крана на строителя. Напомним, ЧП случилось 13 июля прошлого года во время проведения работ в промзоне по Марпасадскому шоссе. Во время примещения груза на стреле крана лопнул трос. Стрела упала на рабочего. От полученных травм 57-летний мужчина скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвинение в нарушении правил охраны труда и иных правил техники безопасности было предъявлено бывшему, теперь уже главному механику подрядной организации. Было установлено, что он, будучи ответственным за организацию безопасных работ, то есть за организацию безопасности на строительном объекте, допустил в эксплуатацию кран на гусеничном ходу с истекшим сроком его эксплуатации. При этом им не было получено соответствующее разрешение в органах Ростехнадзора для допуска его к эксплуатации. Кроме того, также им не было обеспечено наличие необходимых приборов и устройств безопасности при выполнении работ на строительном объекте. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к году условно. Приговор суда в законную силу еще не вступил. Неосвоенных земель в республике по-прежнему много. По мере возможности их стараются осваивать. Например, за счет увеличения фермерских хозяйств. В Урмарском районе их около ста. А помогают в этом гранты для начинающих фермеров. Юрий Иванов из деревни Старая Муратова в прошлом году стал одним из победителей грантового конкурса. На эти деньги построил небольшую ферму и теперь выращивает бычков. В одном только кавалинском сельском поселении 8 фермерских хозяйств. В каждой деревне по два. Юрий Иванов не так давно выиграл грант в размере 1 миллиона и 200 тысяч рублей. Сумма не маленькая, но и не такая большая. Впрочем, этого хватило фермеру построить сарай на 40 голов крупнорогатого скота и закупить 9 телят швидской породы. Я раньше работал в школе где-то в 90-х годах, в конце 90-х, потом у меня два сына было, зарплаты не хватало. И начали мы потихоньку дома скотинодержать. Вот так-то у нас пошло потихоньку, потихоньку. Сперва 2-3, потом 4-5, 6-7, ну больше 10. Потом у нас где-то около 10-12 голов было. У нас глава администрации, кавалинское поселение менялось. Вот она, новая глава администрации, нам предложила, чтобы мы стали фермером. Преимущество швидской породы в том, что они вырастают мускулистыми. Бык достигает 1200 килограммов, корову 800 и дает молока в среднем до 5 тонн в год. Мы взяли маленьких телят, ну там выйти, швидские породы, они эти, тёлки, хотим, чтобы они... Ну попробуем сделать из них коровы, а остальные бычки, ну на мясо они... Юрий Геннадьевич, прибыль от хозяйства, планирует получить через год. Пока надеется на новый трактор. Прикупил снегоуборочное оборудование, очищают улицы родной деревни. Мы заложили щебнем дорогу к этой ферме, ну и в дальнейшем, чем можем поможем, мы всегда поддерживаем таких молодых фермеров. И будем надеяться, что число фермеров в моем поселении будет расти и будет увеличиваться. В районе около 100 фермеров. Впрочем, их количество может возрасти. Неосвоенных земель в районе около 3000 гектаров. Вот такие фермы у нас есть, которые даже не смогли выиграть, участвовали в этой программе, но не смогли выиграть. Они своими средствами, при помощи кредитов, начали строить фермереконструкцию, делать фермы. Как утверждает Юрий Иванов, часто выручают и дружеские отношения между фермерами. Кто чем может, поможет. Сеном, техникой. Мы, говорит, не конкуренты. Мы коллеги. Поднимаем родную деревню. Алексей Иванов, Андрей Спиридонов, Республика. Крутые виражи на заснеженной трассе. В Чувашии разыграли награды традиционных для зимы рождественских автогонок. Эти соревнования каждый год собирают профессионалов из нескольких регионов Поволжья. Одержать победу на этих стартах – довольно сложная задача. Даже самые подготовленные спортсмены могут запросто сойти с дистанции. Нынешние гонки тоже не обошлись без острых моментов. Снять их удалось и моим коллегам. Одними из первых в борьбу за медали вступили малолитражки. Четыре морийские оки уже на первых метрах дали понять соперникам. Их авто не уступят даже некоторым спортивным карам. Пилоты с легкостью вписывались в самые сложные повороты. Хотя все они только начинают свою спортивную карьеру. За руль машин юноши садятся только на гонках. Две оки было и остальные запорожцы. Мы начинали с запорожцев. Ну стало интересно. Как мы начали заниматься. Конкуренция у юных гонщиков серьезная. Более 30 профессиональных экипажей. На трассе они соревновались в пяти разных номинациях. В Чувашию, говорят организаторы, приехали лучшие из лучших. Многие неоднократные призеры подобных заездов. И монопривод, и задний, передний привод, и полный привод, и класс спорт. Все здесь присутствует. И спортивные автомобили, и любители. 80% это любители. И где-то 20% настоящие спортсмены. Разрядники и кандидаты мастера спорта здесь присутствуют. У некоторых машин спортивными оказались не только приводы, но и салоны. Водителям это давало бесспорное преимущество. Правда, некоторые участники и за рулем российского автопрома обгоняли продвинутые зарубежные марки. Девушкам тоже есть место на гонках. Марина Леонтьева уже не первый год пытает счастья на подобных соревнованиях. Мужчины, признается она, не поддаются и поблажек никаких не делают. К финишу ей редко удается дойти первой. Но сюда девушка приезжает просто ради экстрима. Любовь к железным коням у нее давно в крови. Отъездила. Я не скажу, что это очень хороший результат. Тренировка показывала намного лучше. Машина не позволяет ехать быстрее. Мы убрали решетку радиатора, и машина не набирала нужной температуры, и поэтому она глохла. С каждым стартом гонки становились все зрелищнее. Отъездив в первые круги, машины словно отполировали дорогу. Через час автомобили мчались уже по ледяной трассе. От участников это требовало особого мастерства. Трасса полна опасных поворотов. Занести здесь можно даже машину с отличной шипованной резиной. А потому безопасность зрителей здесь продумана до мелочей. Заходить за граждение строго запрещено. А журналисты, которые тоже гонятся за красивыми кадрами, могут работать только в таких ярких жилетах. Наравнее с автогонщиками и на радость зрителям награды здесь оспаривали и любители снегоходов. Этому зимнему виду транспорта не были страшны никакие сугробы. Правда и им погода подготовила сюрпризы. Трасса, я бы не сказал, что она сложная. Единственный минус – снега мало. То есть после первого заезда уже будет земля, скорее всего. Машины, если исходили с трассы, то поломку гонщики пытались устранить очень быстро. На их кону стояли не только награды, но и престиж родных регионов. Из Чувашии с медалями удалось уехать представителям всех четырех команд. Дмитрий Ковалев, Екатерина Сосновских, Евгений Анисимов и Николай Яковлев. Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я, Галина Титарчук, прощаюсь с вами до завтра. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова